Сегодня болельщики футбольного Енисея вышли на пикет с транспарантами в руках, они требовали смены руководства клуба. Дело в том, что главный тренер команды отказался продлевать контракт с теперь уже бывшим игроком Енисея Александром Харитоновым. Наставник объяснял это тем, что в команде взят курс на омоложение состава. Однако сам Александр в интервью нашему каналу заявлял, возраст здесь ни при чем. Главной причиной увольнения Харитонов назвал конфликт с тренером Алексеем Иваховым. К слову, подобная история произошла с массажистом команды и еще двумя игроками. Со всеми троими контракты также не стали продлевать. Фанаты уверены, менять нужно не футболистов, а руководства. Если люди заявили, что они требуют омоложения состава, чтобы был какой-то прогресс в команде, чтобы были новые результаты и новые высоты, то пусть хотя бы тогда начнут сами с себя. Потому что ни одного молодого специалиста за 7 лет в организации всего этого клуба до сих пор нет. Поддержать Харитоново на острове отдыха собралось около 100 болельщиков. Сам же спортсмен приехать на пикет не смог по семейным обстоятельствам. Не было среди участников ни представителя Министерства спорта Красноярского края, ни директора футбольного клуба Владимира Евтушенко. Команда сейчас находится на предсезонных сборах в Подмосковье, потому и главного тренера Алексея Ивахова также сегодня болельщики не дождались. Ситуацию с непродлением контракта Харитонова по телефону прокомментировал президент Енисея Виктор Прадашов. Он, естественно, встал на сторону тренерского штаба. По существу непродлен контракт с футболистом. Контракт закончился, и вообще никто никому ничего должен объяснять. Ведь почему-то Харитонов, когда у него закончился контракт с Волгой, он приехал к нам. Мы не узнавали, почему с ним не продлились, что как это так и так далее.